В соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании в России, с 1 января финансирование службы скорой помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Раньше скорая получала деньги из республиканского федерального бюджетов. Нововведение должно повысить качество оказания медицинской скорой помощи именно за счет дифференцированного финансирования. До 1 января фактически финансирование скорой медицинской помощи оплачивалось по смете, по бюджету. И каждое отделение скорой медицинской помощи финансировалось по определенному стандарту или, скажем так, по определенному тарифу, независимо от того, какой объем медицинской помощи оказывался той или иной скорой помощью. Сегодня, когда оплата будет происходить в системе обязательного медицинского страхования, фактически будет учитан каждый случай оказания медицинской помощи. По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, новая система финансирования имеет ряд преимуществ. Средства теперь будут иметь определенное целевое назначение и направятся только на конкретные статьи расходов. Одна из основных – заработная плата медработников. Если даже в каком-то районе вдруг произойдет увеличение объемов оказания медицинской помощи, то туда за каждый медицинский случай пойдет оплата. Поскольку произойдет перераспределение, скажем так, финансовых потоков, те сотрудники, которые будут работать в усиленном режиме, они будут получать даже большую заработную плату. Не останется без внимания такой острый вопрос, как оплата помощи, оказанная пациентам без медицинского полиса. Те опасения, которые связаны с тем, что пациенту, у которого не будет медицинского полиса, не будет оказана медицинская помощь, они совершенно напрасны. Потому что медицинская помощь гарантированно будет оказана всем пациентам. Естественно, желательно, чтобы был медицинский полис для того, чтобы учесть оказание этой медицинской помощи. Если у него этого полиса нет вообще, то ему будет оказана помощь как незастрахованному пациенту. То есть на это финансовые средства также предусмотрены в бюджетах всех регионов, в данном случае Чувашской республики, всей Российской Федерации. Средняя стоимость одного вызова – 1400 рублей. Это не что иное, как внутренний определенный тариф, который необходим при подсчете объемов выполненных работ бригадами 03. И эти деньги, конечно, медработники ни с кого взымать не будут. И до 1 января человек без полиса получал полностью медицинскую помощь бесплатно. И сегодня точно так же он ее получает полностью бесплатно. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика.